Всем привет! После того как я начал собирать вот этот двигатель пришло много разных идей в голову И прежде чем дальше его собирать я все это покажу Тем более что я еще не подобрал сюда маховик по массе Не нашел подходящего Например какую надо создать на грузку чтобы пересилить поршень под давлением Ну вот так вот К примеру Более 10 кг в пике И там поршень еще до электродов не дошел Еще есть зазор небольшой То есть давление создается там немаленькое Теперь еще такая идея Посмотреть как воспламеняется смесь с разными зазорами на свечах Здесь выставлен зазор 0,5 мм То есть 0,5 мм Немного бензина После нескольких таких хлопков смесь начала плохо воспламеняться Появились пропуски воспламенения Точно так же может происходить и на работающем двигателе Выкрутил свечу Искра сильно бегает по электроду В зазоре между электродами появился слой нагара Этот нагар изолировал электроды друг от друга Поэтому искра бегает Ищет место, где ей проще пробить Почистил электроды Искра бросила бегать После чистки смесь начала нормально воспламеняться То есть смысл чистки свечей есть Теперь поставил зазор 1,5 мм Чтобы можно было наглядно увидеть разницу Если она будет С большим зазором смесь воспламеняется намного лучше Пламя вспыхивает ярче Можно сказать, что двигатель заводится с полоборота Выкрутил свечу Выкрутил свечу Нагара между электродами с таким большим зазором вообще не было Искра не бегает Как она бегала с меньшим зазором Теперь последовательно воспламенение смеси с разными зазорами 0,5 мм Разница большая С большим зазором смесь вспыхивает намного ярче Смесь воспламеняется и горит намного хуже с меньшим зазором Температура горения смеси ниже Смесь полностью не сгорает Поэтому электроды с меньшим зазором у меня заросли нагаром И так бывает на реальном двигателе Если зазор между электродами слишком маленький То свеча зарастает нагаром С зазором 1,5 мм воспламенение и горение происходит намного ярче Свет белее Это говорит о том, что температура горения смеси выше с большим зазором Размеры факела, которые образуются после пробоя искры, то есть первичного очага Намного больше там, где больше зазор И далее процесс горения развивается лучше там, где больше зазор Очевидно, что двигатель с большим зазором на свечах будет работать экономичнее Образуется меньше нагаров в цилиндрах при сгорании топлива И мощность его будет на уровне Насколько это вообще зависит от зазора Многие ездят на зазоре 0,8 мм Это видео доказывает, что нужно всегда выставлять максимально допустимый зазор, а не минимальный